Да, мой сладкий, я смотрю. Здравствуйте, дорогие друзья. Философский вопрос задан. Вот смотрите, кому нужна такая площадка детская? Вот. Приобретена она была на деньги самообложения. В общем, половине поучаствовала администрация сельского поселения. Смысл в том, что доступ к этой площадке будет, безусловно, по доброй воле наших граждан, если они будут обкашивать это хоть чуть-чуть летом. И никакого доступа не будет зимой, соответственно, все это околеет. Тут и засыпется недавно по самые уши. Сейчас я вам покажу еще одно сооружение, от которого я и снимаю. Это все. Я думаю, предназначение этого сооружения исключительно, чтобы изучать геометрию. То есть параллелограмма – это что-то нечто подобное. Вспомните, дети, как та качель, которая стояла у вас на площадке. Вот так урок математики должен начинаться. Геометрия. Так. Смысл в том, что я покажу вам площадку, которая в Москве. Мы имеем доступ к такой площадке тоже в Москве, в смысле, что мы приезжаем там к дедушке и к бабушке. И вообще имеем возможность выехать. Но ведь многие и не имеют такой возможности. московские детки бесплатно имеют ту площадку, которую я вам покажу. Никто, соответственно, самообложением там никаким не занимается. Ее строят на налоге всей нашей страны, в общем. Ну, прямо или косвенно. И там все обстоит абсолютно по-другому. Ну, так вот вопрос. Я понимаю, что Ломоносов вышел из деревни, в которой, возможно, не было вообще детских площадок. И одно не исключает другое. Но дети, которые не могут видеть элементарного, должны хоть в чем-то, хоть немножко соответствовать и не уступать детям в других регионах России. Вот это то, в чем играют дети в деревнях. И это и не самый плохой вариант, хочу сказать. А на самом деле все очень печально. В Москве, где есть театры, бесплатные кружки, детские там цирки и все на свете, есть возможность и после всего этого безусловного бесконечного развлечения и многое на бесплатной основе. Есть возможность у них еще и вечером тоже провести какое-то время там, выходные, на очень хорошей, потрясающей, интересной детской площадке, которую обновляют ежегодно или раз в два года. Хорошую на очень хорошую, очень хорошую на сверххорошую. Я бы не отказалась здесь и от старой площадки, которая стояла у нас во дворе в Люблино. Конечно. Но там, видимо, нужнее детям смотреть на красоту, на приятные, безопасные и практичные, красивые детские площадки, привыкать к хорошему сразу. А всей остальной России, всему остальному, нашему прекрасному государству, вот такое вот опасное оружие, самоуничтожение для детей, к великому сожалению. Даже думать об этом больно, не то что говорить. Есть ведь множество деток, которые не видят вообще ничего. А потом вопрос, да, почему все стараются уехать из деревень? Потому что больно смотреть, как твои дети играют на таком. Ад! Какой ужас! Боже мой, босинка! Это точно небезопасно, а? Как ты считаешь? Нет, мне кажется, это все-таки трэш просто. Малышня, аккуратно, пожалуйста. Малышня, аккуратно, пожалуйста. Как бы хорошо такая детская площадочка у нас. Как раз деткам-то не хватает там таких вещей. Хотя здесь и была очень хорошая площадка. Здесь хорошую заменили на еще одну хорошую. И одну резиновую крошку заменили на другую резиновую крошку. Не требующую вообще замены. Но, наверное, всем москвичам, наоборот, нравится. Бусь, ты где? Ты застряла, что ли, в трубе? Ку-ку. Здорово. Идешь еще забираешься? Так, аккуратно, без фанатизма. Слышишь меня? Да. Ручками держись. Эй, куда я покатилась? Куда это ты покатилась-то? Куда это ты покатилась-то? Надо тебя съесть, что ли, разок. Нет. Не надо? Ну ладно. Ты видишь меня? Ага. Ты видишь меня? Угу. Такие. Меня видно было? Да. Хорошо. В экране смотри, меня видно? Угу. Нет. Меня смотри. Нет, тебе не видно. А что видно? Лука. Лату. Бабушка говорила, что когда на рябине так много ягод, зима будет лютая. Вот, не знаем, будет лютая зима. Проверим. Проверим народные приметы. Да? Много грибины? Мы, Гос منongesis, друзья, пихоня и молодостями. решите, а наigung с Docker кор�уской с Nikento Вicia. Сп bowlю, что это вам комемый класс.